Всем привет и добро пожаловать на канал Хайрекс. Перед вами новый, второй по счёту осенний выпуск рубрики Киноужасности. О чём мы поговорим в этот раз. Чужой Ромул. Новости по фильму. Хэллоуин в руках Миромакс. Крик 7. Джена Артега всё-таки заглянет в фильм. Выход спауна запланирован на 2025 год. Нечто, которое мы не увидим. Назван новый злодей второго Бэтмена Мэтта Ривза. Ли Кронин кормит фанатов фотографиями с процесса съёмок восстания зловещих мертвецов. Стоит ли ждать официальных закадровых материалов. Документалка о фильме «Обитель зла» от Джорджа Ромеро. Новый полнометражный фильм про легендарного ксеноморфа с кислотой вместо крови, который получил название «Чужой Ромул» уже снят и находится на стадии постпродакшена. Съёмочный процесс, который продлился около трёх месяцев, завершился в начале июля этого года. Сейчас появилась примерная дата выхода фильма. Ориентировочно, «Чужой Ромул» должен выйти на экраны 16 августа 2024 года. К сожалению, каких-то интересных кадров со съёмок, подробностей сюжета для дальнейшего и более детального обсуждения этой темы пока нет. Но вокруг фильма начинает накапливаться информационный фон, который в скором времени должен перерасти в нечто большее. Тизер, например, а потом и в полноценный трейлер. Режиссёр и сценарист нового «Чужого» Фиде Альварес, или же Федерико Альварес, решил немного нарушить тишину и выложил на своей странице в Инстаграм фото книжной полки, на которой располагаются разные книги и комиксы, созданные на основе данной кинофраншизы. Самое любопытное чтиво из этого набора – это технический справочник колониального морпеха. Судя по всему, мы снова увидим отряд морских пехотинцев, которые, вероятно, устроят новую заварушку с ксеноморфами. Стенка на стенку, как это было в фильме «Чужие». Было бы здорово увидеть нечто подобное снова, потому что это действительно работает. Но без слепого копирования идей Кэмерона из сиквела «Чужие», конечно же. Альварес вполне способен придумать что-то новое, что-то своё, и у него достаточно хорошо получается реализовывать на экране глубокую и пугающую атмосферу, приправленную литрами крови. Ещё Альварес недавно посетил одно мероприятие под названием «Latino Movie Summit 2023», на котором пообщался с Гильермо Дель Торо и поведал о реакции Ридли Скотта на новый фильм по франшизе «Чужой». Это был закрытый пробный кинопоказ для избранных, и, конечно же, на него пригласили Ридли Скотта, которому, по словам всё того же Альвареса, фильм очень сильно понравился. Ридли был удивлён стараниями молодых актёров, а также сказал, что в фильме много хороших и серьёзных диалогов, которые интересно слушать. К тому же создатель оригинального «Чужого» отметил сценарий, написанный Альваресом и Радольфа Саягасом. Фиде Альварес очень переживал и не находил себе места во время показа фильма Ридли Скотту. Он был наслышан о том, как Ридли жёстко оценивает те фильмы, которые были сняты по его оригинальным кинолентам. И если ему что-то в них не нравилось, то он разносил эти кинопроекты в пух и прах. Так Ридли поступил с сиквелом «Бегущего по лезвию» от Дэнни Вильнёва, назвав его пустышкой и провалом. Но в итоге Альварес был приятно удивлён тем фактом, что Ридли Скотту очень понравился «Чужой Ромул». Хотелось бы верить, что это не просто слова для рекламы, а Ридли действительно посчитал кино достойным оригинала. Пока рано что-то говорить о фильме, но есть надежда на то, что новый кинопроект по вселенной «Чужих» будет напряжённым, жёстким и местами даже страшным. Очень на это надеюсь. Альварес дебютировал в большом кино с фильмом «Зловещие мертвецы. Чёрная книга», который получил хорошие отзывы, а также несколько престижных наград. Я уже не говорю про то, что его фильм вдохновил самого Сэма Рэйми на дальнейший выпуск сериала по вселенной «Зловещих мертвецов», в котором возвращается основной персонаж этой культовой кинофраншизы Эш Уильямсон. После этого последовал вполне достойный триллер с элементами ужасов «Не дыши». Последним на данный момент фильмом режиссёра является экранизация книги «Девушка, которая застряла в паутине». Признаюсь честно, что я его не смотрел, но отзывы по большей части нейтральные или же негативные. Режиссёра упрекают в копировании Дэвида Финчера и указывают на очень дырявый сюжет. Пока я не могу согласиться с этими двумя утверждениями, но если Альварес всё-таки не растерял своего энтузиазма и мастерства, то новый «Чужой» может получиться вполне достойным фильмом. «Чужой Ромул» – это не продолжение основной франшизы и не ремейк, а самостоятельный кинофильм со своей историей. Возможно, авторы удивят фанатов и добавят в фильм какие-нибудь отсылочки. По крайней мере, для «Чёрной книги» было сделано достаточно много отсылок на трилогию Сэйма Рэйми. Но нужно дождаться трейлера, по которому в принципе будет примерно ясно, что нам ожидать от этого фильма. Пока ждём новостей из лагеря «Чужого». Кинокомпания «Миромакс» получила телевизионные права на франчайз «Хэллоуин». А это значит, что нам стоит ждать появления Майкла Майерса не только на телевидении, но и на стриминговых сервисах. Помимо «Миромакс», в борьбу за права были вовлечены такие компании, как А24 и Блюмхаус. При этом А24 уже работают над сериалом по культовой франшизе из 80-х «Пятница, 13-е», который получил название «Хрустальное озеро» и поведает нам о том, как миссис Вурхес съехала с катушек после гибели своего сына Джейсона. Блюмхаус, в свою очередь, достигли весьма хорошего коммерческого успеха с трилогии по Хэллоуину. Однако в данной борьбе за известную франшизу победу одержали «Миромакс». Хорошо это или плохо покажет время, но мы помним, как «Миромакс» постепенно загубили франшизу «Восставшие из ада» до момента ее перезапуска в прошлом году. «Крик-7», который оказался в руках нового постановщика по имени Кристофер Лэндон, который в свою очередь снял фильм ужасов «Счастливого дня смерти», сейчас собирается силами для старта съемок, которые должны начаться в январе следующего года. Известно, что режиссеры Мэтт Беттенелли и Тайлор Джиллетт вернутся в новую часть франшизы в качестве исполнительных продюсеров. На мой взгляд, выдав шикарную пятую часть и кровавую, но слишком уж спорную и утрированную шестую, режиссеры просто утратили запал и интерес к франшизе. И сейчас решили двигаться дальше, снимая новые кинопроекты, среди которых внезапно появился ремейк фильма Джона Карпентера «Побег из Нью-Йорка». Синопсис седьмой части пока неизвестен, как и список актеров, но один из инсайдеров, близких к производству фильма, поведал, что Джена Ортега примет участие в съемках фильма. До этого ее участие в новой серии «Крика» оставалось под вопросом, но источник заверяет, что актриса все-таки сыграет в седьмом фильме, несмотря на свой загруженный график. Ортега сейчас снимается в фильме «Битлджуз 2», а после приступит к работе над вторым сезоном «Уэнздэй». Также в ее списке значатся еще две роли в неизвестных кинопроектах. Возможно, что один из этих фильмов – тот самый «Крик 7». Пока неизвестно, сыграет ли Джена полноценную главную роль в продолжении или же появится в эпизодической роль. Также ходят слухи, что Мелисса Баррера не примет участие в седьмой части, но пока это только слухи. На мой взгляд, история сестер Карпентер уже закончена, и оставленная на дороге маска Билли Лумеса в конце шестой части словно ставила точку в истории двух сестер из Вудсбора. Если подумать, то все те, кто мог желать им смерти, уже на том свете. Пора возвращать в историю Сидни Прескотт и воскрешать идею с появлением культа призраков во главе со Стью Мэтчером. Это было бы интересно. Темный антигерой Эл Симмонс из 90-х, он же Спаун, должен порадовать нас своим присутствием в 2025 году. После выхода оригинального фильма в 1997 году создатель Спауна Тодд Макфарлен мечтал о выпуске продолжения. Но по разным причинам работа над сиквелом постоянно откладывалась. Первый и пока единственный фильм, снятый на основе кинокомиксов про Спауна от издательства Image Comics, был одним из самых крутых фильмов конца 90-х. Возможно, местами он был наивным, но в нем есть особая атмосфера, мрачность Бэтмена и Ворона, хороший по тем временам визуальный ряд и очень запоминающийся персонаж. При бюджете в 40 миллионов долларов фильм заработал в мировом прокате 88 миллионов. Кинопроект окупился, но, к сожалению, не получил большого отклика среди зрителей. С тех пор вышло множество новых сюжетов про Спауна. Этот персонаж остается визитной карточкой издательства Image Comics. При этом под личиной Спауна уже побывало несколько персонажей, от Элла Симмонса до Джима Даунинга. Но самый первый и основной Спаун – это Симмонс. Про него как раз-таки и был снят оригинальный фильм 97-го. Первая попытка снять сиквел Спауна была предпринята в 2008 году, но тогда Мирамакс отказали Тодду Макфарлену в финансировании, так как опасались, что в этот раз фильм не окупится, учитывая возрастающую популярность Marvel. В 2014 году стало известно, что после долгих попыток снять сиквел фильма Спаун было объявлено о его перезапуске. Макфарлен постоянно подогревал эту новость своими постами в социальных сетях. Но кроме пустых разговоров и надежд ничего не происходило. В феврале 2016 года он заявил, что сценарий к фильму завершен. В октябре 2017 появилась информация, что съемки начнутся в 2018 году. И в мае 2018 года Джейми Фокс был утвержден на главную роль, а в июле актер Джереми Рейнер получил роль напарника Спауна. Ему досталась роль детектива. Предполагалось, что сам фильм выйдет на экраны к концу 2019-го. К сожалению, проект был заморожен, отчасти из-за эпидемии COVID-19. Вот что говорил создатель Спауна до того, как проект снова зачах. Новый фильм про Спауна будет гораздо более мрачным, чем его предшественник, и со взрослым возрастным рейтингом R. При этом Макфарлен отдельно заметил, что R у него будет совсем не такой, как у Дэдпула, с парой голых задниц и несколькими матными словечками. Он хочет, чтобы в центре фильма были настоящий страх и реалистичная драма, что сделает Спауна не похожим на остальные фильмы про супергероев. Создатели кинокартины хотели бы максимально обойтись без вмешательства киностудий. «Все, что нам от них нужно – маркетинг и прокат», – заявил Тодд. «Нам не требуется их мнение, деньги или идея. А им же подобные сделки не нравятся. Они вечно раздувают бюджеты, чтобы получить возможность вложить свои деньги и захватить контроль над фильмом». Бюджет Спауна планировался в пределах 10 миллионов долларов. Причем большую часть денег собирался вложить сам Макфарлен. Финансовый риск, как и режиссерское кресло, его никогда не пугали. Все это было сказано до 2019-го. После этого про Спауна все позабыли, кроме самого автора. И вот только сейчас Макфарлен смог снова оживить проект и сдвинуться с мертвой точки. В июне 2023 года Джейсон Блум, глава киностудии Блумхаус объявил, что его студия заключила контракт с Тоддом Макфарленом, и они планируют выпустить Спауна в 2025 году. А это значит, что съемки должны начаться уже в следующем году. По его словам, главная роль до сих пор остается за Джейми Фоксом. А вот Джереми Рейнер, вероятно, выбыл из проекта, ввиду ужасного инцидента в январе этого года, когда Джейми попал под гусеничный снегоуборщик и получил сильные переломы рук, ног и грудной клетки. Долгое время актер боролся за свою жизнь, а потом проходил тяжелые процедуры восстановления. Сейчас актер ходит без помощи палочки, но пока не вернулся в прежнюю форму и уже навряд ли вернется после такой вот аварии. Но мне бы очень хотелось видеть именно его в роли Твитча Уильямса, проницательного, умного детектива и очень меткого стрелка. Режиссер Матиас Ван Хейниген был готов снять вторую часть фильма «Нечто». В 2011 году режиссер выпустил приквел к легендарному хоррору Джона Карпентера «Нечто», который сам по себе был ремейком киноленты «Нечто из другого мира» 1951 года выпуска, которая, в свою очередь, была адаптацией новеллы «Кто идет?» Джона Кэмпбелла, которую он написал в 1938 году. Иными словами, фильм 2011 года не был первым проектом об инопланетном паразите, копирующем живые клетки и заражающем антарктическую исследовательскую станцию. Но, к великому сожалению, именно приквел получил весьма прохладный прием и нейтральную реакцию зрителей и кинокритиков. Хотя, на мой взгляд, это один из лучших приквелов в истории киноужасов. Режиссер планировал выпустить продолжение этой истории, но ввиду небольших кассовых сборов приквела, последующий проект был отменен. При бюджете в 38 миллионов долларов «Нечто» 2011 года собрал мировую кассу в 32 миллиона. Вот что сказал режиссер в недавнем интервью. Мы действительно фантазировали о сиквеле. Кейт в исполнении Мэри Элизабет Уинстодт сбежала бы. Ее подобрали в море, и она оказалась бы на нефтяной платформе недалеко от Южного полюса. Монстр выжил бы и оказался вместе с ней на буровой установке. Мне очень нравилась идея с бесконечным кошмаром в этом уединенном и замкнутом пространстве. Что же, вероятно, мы не увидим сиквел приквела, но зато Джон Карпентер не исключает сиквел своего оригинального фильма 82-го, о чем он говорил пару месяцев назад. Один инсайдер решил раскрыть личность нового злодея, который появится в Бэтмане 2 с Робертом Паттинсоном. К этой информации пока следует относиться скептически, но инсайдер уверяет, что суперзлодей Хаш из вселенной DC Comics может стать главным антагонистом во второй части Бэтмена, который снимет тот же самый Мэтт Ривз. Об этом заявил инсайдер Джефф Снайдер во время подкаста The Hot Mig. Хаш впервые появился в серии комиксов Бэтмен в выпуске под номером 609 в 2003 году. В вымышленной вселенной герой был известен под именем Томас Эллиот. Он был другом детства Брюса Уэйна, но стал кровавым нейрохирургом. Если это так, то вторая часть может стать еще более мрачной, жестокой и, вероятно, кровавой. Бэтмен 2 с Робертом Паттинсоном планируют запустить в мировой прокат 3 октября 2025 года. Съемки фильма пока еще не начинались. Ли Кронин, режиссер фильма ужасов «Восстание зловещих мертвецов», снятый по известной кинофраншизе «Зловещие мертвецы», начал выкладывать фото со съемок фильмов в хорошем качестве. Вполне вероятно, что в скором времени мы увидим дополнительные видеоматериалы о том, как снимали данный кинофильм. Возможно, что не все это знают, но легенда зомби-хорроров Джордж Ромеро должен был снимать экранизацию «Обитель зла», которая в итоге перешла в руки Пола Андерсона, который известен широкому кругу зрителей по фильму «Все верно». Зимой 1997 года немецкая студия Константин Филм выкупила у Капком права на киноадаптацию игр Resident Evil. Первоначально предполагалось, что сценарий к фильму напишет Аллан Макклрой. Однако затем написать сценарий и снять фильм было предложено самому Джорджу Ромеро. Тем более, что Ромеро и игровая студия Капком уже имели опыт сотрудничества. В 1998 году режиссер снял несколько рекламных роликов для игры Biohazard 2. Под таким названием Resident Evil 2 выходила в Японии. К тому же сама игровая серия создавалась под ощутимым влиянием классической трилогии Ромеро о живых мертвецах. И потому приглашение маэстро было не случайным. И вот вместе со своим другом и коллегой Питером Грюнволдом в октябре 1998 года Ромеро предоставил кинопродюсерам сценарий на 90 страниц. Стоит отметить, что сам режиссер никогда не играл в Resident Evil, просто потому что не любил видеоигры. За него это сделал ассистент, а затем режиссер посмотрел запись прохождения, чтобы иметь общее представление об игровом процессе и сюжете. В конце 1998 года Ромеро был официально назначен на пост режиссера и в прессу начали просачиваться новости о возможном кастинге. А сам Джордж Ромеро начал вести переговоры с компанией Стэна Уинстона насчет создания спецэффектов к будущему фильму. Но в мае 1999 года он был официально уволен с поста режиссера. Точные причины раздора между режиссером и продюсерами до сих пор неизвестно. Кто-то говорил, что представители Капком просто побоялись того, что если сюжет фильма будет слишком похож на сюжет игры, то люди перестанут в нее играть и покупать соответственно. А продюсер Капком Йошики Акамото мотивировал увольнение Ромеро тем, что он просто написал плохой сценарий. Сам же Ромеро в одном из интервью отметил, что представители Константин Филм с самого начала не прониклись духом игры и не разделяли подход Ромеро к экранизации. Для всех фанатов франшизы «Обитель зла» и творчества самого маэстро в следующем году выходит документальный фильм, рассказывающий о том, какой могла бы получиться первая экранизация «Обителя зла». Документальный фильм, который так и будет называться «Обитель зла» Джорджа Ромеро, позиционируется как обращение к фанатам, предоставленное в виде документального фильма, рассказывающего о страшной прогулке по особняку Спенсера с участием отряда Старс в поисках подсказок, как и в оригинальной игре. В фильме будут продемонстрированы архивные кадры и найденные документы, которые расскажут полную историю создания сценария для этого фильма. В документалке будет много интервью от известных деятелей искусства. Вдобавок ко всему этому в фильме можно будет услышать особый голос, который поклонники Resident Evil точно смогут узнать. Уорд Секстон, произносящий название игры, читает название документального фильма тем же голосом. Брэндон Солсбери дебютирует в качестве режиссера документального фильма и выступает в качестве соавтора сценария вместе с Робби Макгрегором. Продюсирует фильм группа Residence of Evil, которая создает контент и освещает все, что связано с любимой игровой франшизой уже на протяжении шести лет. На этом кино ужасности заканчиваются. Всем пока и до скорого на канале Хайрекс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова